Мы с вами разобрались с бактериями достаточно капитально. Теперь пару слов о их разнообразии и роли окружающей среде. Когда говорят слово бактерия, прежде всего приходят в голову, а это вот такая зараза. Да, действительно, очень многие бактерии ведут паразитический образ жизни и являются причиной возникновения инфекционных заболеваний. С самого начала давайте с вами научимся различать два разных патологических состояния. Первое состояние называется инфекция, а второе состояние интоксикация. Вот это мудреное слово интоксикация. Кто может пояснить более понятным русским словом, что такое интоксикация, что такое токсичность? Отравление совершенно верно. Отравление. Вы слопали какую-то дрянь, и через пару часов у вас заболел живот. Вот это может быть по двум совершенно разным причинам. И, соответственно, действия, которые вы должны производить, отличаются двутой силой. Первый случай. В пищи содержались какие-нибудь химические вещества, которые нашему организму не очень показывают. Ну, мало ли каких-то консервантов напихали, такое количество, что... Ну, или какие-нибудь там неорганические соли и так далее. В той концентрации, которая для организма непридемлема. У вас произошла интоксикация, отравление. Теперь давайте подумаем. Давайте такой небольшой график составим. Как называется горизонтальная осень? Обсциссия. Так. Обсциссия ордина. По ординате будем откладывать концентрацию вещества. Концентрация. Концентрация токсина. А по обсциссиям откладываем время. Ну, допустим, часа. Как по-вашему, как будет выглядеть график изменения концентрации токсина в теле человека, если это интоксикация? То есть, молекулы будут сам зарождаться. Нет, надо продолжаться. Куда будут деваться молекулы вещества? Они будут уходить из гранили. Конечно. Во-первых, существуют процессы выделения, благодаря которым выводится вещество из организма. А во-вторых, иммунная система ваша не спит. И чужеродное вещество будет разложено агентами иммунной системы. То есть, со временем у вас будет происходить снижение концентрации. Как-то вот так, допустим. Допустим, вместе с едой вы получили некоторых бактерий, с которыми ваша иммунная система не может справиться. Я буду разложаться. А оттуда берутся ваши болезненные симптомы? Почему у вас возникает боль? Почему тошнота? Почему температура повышается? Почему голова болит? Что это разложается? Организм это делать, чтобы поведеть? Нет, я не об этом говорю. Чем мешают нашему организму эти сверх маленькие жирюшки? Они разложатся? Разложатся. Какие-то разложатся? Ну, ты не нашел организм? Разложатся. Они нам мешают? Чем? Убивают наши клетки. Убивают наши клетки. Бывает. Бывает, но не настолько и часто. Дело в том, что некоторые бактерии селятся не в нежклеточной среде, но в клетке вашего тела, если взять микроскоп и посмотреть, вот так вот так, да? Хорошо. Прониклик тела бактерия находится вот здесь, в нежклеточной среде. Это все классно. Но дело в том, что есть бактерии, которые умеют проникать внутрь клетки. Эндопаразиты. Внутриклеточная паразита. Деятельность таких бактерий действительно может приводить не просто к изменению работы клетки, но и к ее смерти. Плюс к этому. Ну, хорошо, бактерии, которые внутрь клеток не идут, а здесь межклеточные среди. Они могут выделять вещества, которые блокируют работу клетчных рецепторов, или толков-каналов. Что при этом произойдет с клетками? Нарушится обмена веществ. Если в клетке сбита рабочая программа, то что с клеткой? Нарушится обмена веществ. Вот не сам факт их присутствия. Не то, что их там много. Скажите, пожалуйста, я и вы, мы с вами выделяем какие-нибудь химические вещества в окружающем мире? Да. Огромное количество. Список на много сотен соединений. Прежде всего, то, что приходит в голову, это СО2, который образуется в нашем организме, и мы выбрасываем в окружающую среду. Это мочевина, которая образуется в нашем организме, и мы выбрасываем в окружающую среду. Десятки, десятки, десятки разных. И нет ни одного живого организма, который умудрялся бы жить так, чтобы ничего не выбрасывать из себя в окружающую среду. Так вот, какие бактерии с болезнью-то окнами? Это те продукты жизнедеятельности, которые токсичны для наших клеток. То есть, на самом-то деле, на ваш организм действуют не бактерии, а яды, токсины. Просто откуда они берутся? Из бактерий. Их вырабатывают бактерии. Отлично. И вот давайте такую же самую задачу попробуем решить, как в первом случае для отравления делаем. Концентрация бактериальных токсинов по мере прохождения ве. В этот момент времени Т вы проглотили некоторое количество бактерий. Ну, если вы в специальную бактериальную среду не черпали ложку и не заглотывали ее, да, то их количество течь не ограничено, первоначально. А если их мало, то сколько токсин они выделяют? Мало. Мало. То есть, в стартовый момент концентрация токсина низка. Вот такая. Но если иммунная система не справляется, дальше что пойдет? Деление бактерий. Каждый из них выделяет свои продукты обмена. Причем она будет сильнее и сильнее разрастает. То есть, обратите внимание, два совершенно разных сценария. При отравлении у вас будет происходить падение концентрации, а при инфекции? Ваши иммунные. Возрастают. Ну, правда. Правда, достаточно скоро вступят в действие ваши иммунные системы. С тем точнее. Но если помните наш небольшой разговор про иммунитет, может ли иммунная система отреагировать на чужеродные вещи в ту же секунду? Нет. Необходимо время. Необходимо время. А вот теперь для тех, кто действительно разобрался с вопросом. Вопрос не настолько очевиден. А от какого хорошо вообще понятного физико-химического параметра будет зависеть вот это время? В одном случае иммунная система реагировала через 5 часов, в другом случае на третий день. По какой причине? От скорости размножения. От скорости размножения бактерий, а значит, от концентрации не бактерий. Концентрация веществ может быть. А бактерия – это вещество или существует? Да. А концентрация чего? От токсин. От токсин, который выделили бактерии. Идея понятна? Хорошо. Ну, допустим, чувствительность вашей иммунной системы имеет вот такой порог. Если концентрация превышает вот такую величину, иммунка начинает быстро разгоняться. А дальше попробуем на этот же график снести накопление антител в организме человека. Подменная антитела – это естественное противоядие, которое Б-лимфоциты своего тела строят в ответ на появление чужеродных веществ. Итак, где-то при вот таких концентрациях система активировалась достаточно, чтобы быстро строить антитела. На этот же график изменение концентрации антител. Что произойдет вот в этот момент? Желтый график останется без изменений, иначе нет. Пойдет вниз. Почему? А потому что баттери стали поедаться в массе системой защиты организма. Как мы это на простом человеческом языке будем называть? Вот это состояние. Воздравление. Воздравление? Конечно. Началось выздоровление организма. По какой причине? Иммунная система распознала чужеродные вещества и наладила производство специфических антитела. И здесь пару слов у нас, как вы говорили. БВ-заболевания, в ходе которых рождаются не только клетки пломные. Помните, что активированный болимкоцит включает программу клонирования. Само-клонирование. Он начинает строить себе подобных, которые будут создавать именно такое антитело. Но при некоторых заболеваниях активируется производство еще других клеток. Это тоже пломные. Но пломные, которые будут жить не 3-4 дня, как нормальный болимкоцит, а 30, 40, 50, 60 лет. Эти клетки называются клетки иммунной памяти. Это при активации В-системы, кроме обычных болимкоцитов, которые будут производить антитела, могут сформироваться клетки иммунной памяти. Хорошо, вы заболели какой-то болезнью, переболели. Вы знаете, что иммунная память образуется. Скажите, пожалуйста, а где-нибудь через 2, 3, 5, 10 лет вы еще раз сможете заразиться этой болезнью? Нет. Заразиться сможете сколько угодно. А вот заболеете или нет? Нет. Нет, не заболеете. Смотрите, как сценарий называется. Если клетки иммунной памяти остались, то на какую концентрацию фотогена среагирует ваш организм? Только на эту или уже на эту? У вас же есть система, настроенная для приема именно на этом себе. Вот здесь. Да. С самого начала. А при этой низкой концентрации токсина вы хоть что-нибудь почувствовали? Нет. А вы просто не почувствовали. Заболевание будет задавлено в самом начале. Пока еще никаких материалных эффектов ваш организм не получил. Вот такой случай будет называться формирование устойчивого иммунитета. Есть заболевания, которые дают устойчивый иммунитет, раз переболеют на всю жизнь. А есть иммунитеты, которые неустойчивы. Мало клетка иммунной памяти, поэтому при каждом внесении такого агента с самого начала надо разгонять иммунный ответ. Ну и назовите мне пример болезни, наших человеческих болезней, которые дают устойчивый иммунитет. Ветрянка, раз. Гриб. Человек, что, раз переболеет гриб, он никогда в жизни большим не заразит. Бывают люди, которые по 5-6 раз, по 7 раз в жизни. Свинька. Ребята, вот смотрите. Ну я такой классический набор назову. Ветрянка, корь, краснуха, коклюш, гептерит. В медицине, как и в заболеваниях все называются. У них у всех есть общая надпись. Детские болезни. Почему их так называют? Потому что если заболел, то больше уже болеют. Именно так. И те, что легче человек заболеет. Да, и есть такое простое правило. Чем раньше человек заболел этим заболеванием, тем проще организм с ним справится. Чем больше заболел, чем более в злостном возрасте столкнулся, тем тяжелее будут последствия. Как меняется размер белочковой железы, кимуса, и общий объем красного костного мозга с возрастом. Если посчитать по отношению к массе тела. Вот эти форпосты, иммунные темы лучше работают у вас или у меня? У вас. А если мы возьмем трехлетнего человечка и у вас. У кого лучше работают? У него. У трехлетнего. У вас так просто. Этот человек, например, только родился и заболел. Вот. Только родился и заболел, тогда плохо. Дело в том, что далеко-далеко не все иммунные системы у новорожденного включены. Помните, как созревают белинкоциты. Они же сидят в системе и ждут, когда появится, пока лод находится в животе у мамы. Могут ли там появиться чужеродные вещества? Нет. В иммунной системе нет оснований для настройки. Поэтому иммунитет новорожденного – это же иммунитет. Первое время он будет пользоваться, так сказать, на льготных условиях, по льготным тарифам, мамином иммунитетом. То есть использовать антитела, которые получат через плаценту из материнской крови. Ну, а в случае нормального развития, если никаких там серьезных травм не произошло, то где-то годы позже, если разгоняется собственный иммунитет, к 3-4-5, то он набрал полные обороты. Но если детеныш воспитывается в сверхстерильных условиях, главная чистота, главное, чтобы все было как в Европе и в Америке, руки мыть мылом сейфгард, который убивает всех бактерий, так при этом в рекламе не говорится, что заодно он уже створяет защитный слой кожи. И то, что туалетный утенок последних марок за одно с уничтожением бактерий будет вызывать массу занятных вещей в вашем организме. Стремление к сверхчистоте, действительно, не к чистоте, подчеркиваю, а к сверхчистоте, ну, вряд ли можно посчитать наилучшей чертой современной цивилизации. И все прочее, ваша иммунная система может ли получить нормальную тренировку? Нет. Нет. Нет, такой человек будет нормально жить только в том случае, если за углом есть хорошая клиника. Чуть-чуть что-то случилось, вызов солиста и ему поможет. А если другому нет хорошей клиники, а в аптеке нет нужных лекарств, а сейчас он понимает, что надо делать в данном случае, а организм его не научен бороться. Вот проблема. Но, возвращаясь к детским заболеваниям, есть человек, заболел корью в возрасте 5-7 лет, заболевание в обычных случаях пройдет примерно за неделю с подъемом температуры где-то градусов 38, ну, 38 с половиной, высыпет красный осыпь, очень характерно, так как он песочных часов на груди будет, но появится. Вот. Голова поболела, ну, губы, отмечусь, язык белый и так далее. И через неделю все прошло. Человек, который заболел корью в 14-е, будет валяться месяц, температура может доходить до 40, в качестве осложнения и поражения почек и печени. А если человек в возрасте более 20 лет заболел корью, это может иметь смертельный стоп. Несмотря на помощь врачебную и тому подобное. Так что, пытаться всеми силами оградить своих детей от всех возможных заболеваний, ну, в некотором смысле, не самый лучший фон. Особенно неприятные вещи имеют проснуть в качестве последствий. Не для всех людей. Краснуха проходит так же, как и ветрянка. Для большинства детей, ну, как такое неприятное, конечно, состояние, но относительно легкое. В мое время ветрянку еще называли красивая болезнь. А дело в том, что, опять же, в мое время все вот эти лопнувшие, мукнувшие лудыри, которые при ветрянке появляются на коже, мазали зеленкой. А поскольку они появлялись на всех местах тела, да, то человек превращался в такого расписного леопарда. Так только не черными пятнами, а зелеными. Меня тоже так мазали. Да, да, да. И все очень гордились друг перед другом, кто ярче, там и интереснее раскрашен. В этом случае. А как они зачем-то? Как зачем? Вы называли все, если раз отходить. Зачем зеленку прижигают? Нет. Ну, видно было, что есть. Во-первых, а во-вторых, самое-то главное, раствор берлинской зелени убивает в бактерии. Просто не дает в месте поражения развиваться бактериальная инфекция. Дальше. Дезинфекция. Ну, вот мы немножко с вами поговорили о том, что происходит при попадании болезнетворных бактерий в тело. И теперь, внимание, пожалуйста, не думайте, что все на свете инфекции вызываются только бактериями. Тот же самый грипп, о котором сейчас шла речь, кость и так далее, вызываются не бактериями, а кем? Вирусами. Вирусами. Вирусы – это совсем другие системы. О них у нас речь будет уже даже после эукариот. Видите? Пожалуйста, запомните, важнейшая и опаснейшая бактериальная болезнь. Почему надо уметь обречать для себя бактериальный инфекций от вируса? Как называются те яды, которые могут убивать бактерии, не повреждая эукариотические клетки? Антибиотики. Антибиотики. Вот, если заболевание имеет бактериальную природу, то лечится не любыми, а с теми, совершенно конкретными, специализированными. В настоящее время фармакологические фирмы производят много-много-много сотен разных продуктов. грамотно разобраться, какой именно препарат надо применять в вашем случае, может только специалист. Поэтому самостоятельное баловство с антибиотиками вот соседка по этажу и заодно знакомая по живому журналу, когда у нее было то же самое, выдала вот это. Возьму-ка и я то же самое выпью. Глядишь, полегчай. Категорически не советую. Назначать курс антибиотиков должен только специалист, а вы, если ориентируете свое здоровье, должны в точности выполнять все рекомендации. Иначе вместо выздоровления вы постепенно будете подрывать согласованность работы собственного организма. Справочка. На вирусную инфекцию антибиотики не действуют ни разу. Ни с какой стороны. Подействовать на вирус таким образом просто нельзя. Поэтому попытка вылечить грипп антибиотиками к чему-нибудь привезет? Ни чему. Ни чему. К чему-нибудь диспоктезиоза. Да. Разве что к поражению собственной бактериальной микрофоны. И тем не менее. Если ваш доктор грамот, я надеюсь, что именно такие важные докторы есть, то при вирусной инфекции, кроме препаратов, кроме процедур и действий, которые направлены на само заболевание, вам назначат совершенно неожиданным образом во-первых, антибиотики, а во-вторых, лекарства против грибковых инфекций. Дело в том, что есть еще патологические грибы. А это зачем? Вы болеете вирусной больницей. А такое слово осложнение слышали как-нибудь? Такое. А что такое осложнение? Когда время для обращения начинают развиваться другие. Именно так. На фоне одного заболевания начинают развиваться другие заболевания. И есть относительно легкие болезни, которые сами по себе большого вреда вашему телу не нанесут. Но в качестве осложнения они будут вызывать поражение почек, поражение печени, поражение сердца, поражение стен кровеносных сосудов. И в этом случае страшнее не сама болезнь, а возможно осложнение. Поэтому даже при вирусных инфекциях назначают антибиотики в небольших, в разумных дозах. Зачем? Инфекция вирусная. Чтобы избежать осложнения. Чтобы на фоне уже имеющегося агрессора, ну представьте, у вас есть, я не знаю, страна ням-ням. Вот ее граница. С этой стороны страна пути-пути, с этой стороны страна головастиков и так далее. С этой стороны еще какой-нибудь. Значит, ням-ням подверглась атаке страны пути-пути. Войска вошли сюда, то знаете, давайте смотрим. Основные войска ням-ням заняты вот этими сражениями. Могут ли этим воспользоваться главости? Да. Могут, пожалуйста. Вот у вас осложнение началось. Старичное отражение. Для того, чтобы избежать подобных неприятностей, мы, во-первых, боремся с надными заболеваниями, стараемся заблокировать вот этот спор. На все случаи выставляем еще пограничные кордоны вот так, выставили пограничные. Провели антидиотическую профилактику, чтобы не зацепить по ходу дела каких-нибудь бактериальных неприятностей. Общая идея понятна? Да. Вот для того, чтобы назначать точные дозировки и точные способы применения тех или иных лекарств, для этого люди годами учатся в медицинских учебных поведениях. Поэтому брать не просто тупо глотать таблетки, потому что вам так посоветовали, но занятие, мягко говоря, не самое полезное на свете. Хотя исключительно состраданное в нашем мире свободное таблетки. Страшнейшая и самая важная бактериальная инфекция. Но прежде всего выделяется группа так называемых особо опасных инфекций. Из знакомых вам заболеваний в эту группу уходят чума и холера. Ну уходят туда еще кулеремия и там далее воспитания. Но про эти заболевания вы, я думаю, даже не слышали. Про чуму и холеру скорее всего не слышали. И чума и холера вызываются бактериями. Бактерии, которые вызывают чуму, так что под микроскопом по внешнему виду она похожа на коротенькую палочку. Бактерия палочковидной клубной в микробиологии называются бациллами. Бациллами чума. Кроме чумы бациллом каких еще относятся? Ну одна из знаменитейших бактерий очень давно открытая еще на заре микробиология палочка коха. палочка коха это возбудитель какого заболевания? С которым кстати мое поколение с ним не сталкивалось. Времена моего поколения это заболевание почти победили на территории Советского Союза. ваше поколение столкнется то есть уже столкнулся туберкулез заболевание страшненькое вылечить туберкулез совсем вылечить то есть убить палочку коха до основания и так далее до сих пор невозможно можно законсервировать то есть не дать размножаться загнать в очах сократить вредоносность но риск того что из такого судного заповедника возбудителя опять вырвался в общем-то остается вам в школах наверняка время от времени приходит какая-нибудь тетенька в белом халате и говорит давайте нам быстренько вам колют в руку и говорят два дня не мочить потом посмотрим зачем это делают проверить что на личные ваши риски возникнет очежок воспаления покраснения вздутие но и в зависимости от того насколько он велик можно оценивать насколько велики лично ваши риски возбудитель холеры холерный вибрион имеет совершенно другую форму он похож на такого маленького головастика вибрион не что сперматозоид я сейчас в таком же масштабе шварценеггер по виду по виду у сперматозоида вот это абсолютно по-разному устроены участки плетки с абсолютно разными деталями у каждого участка своя задачка и так далее а вибрион а у вибриона просто сама форма пакета по которому содержится диагноз статус вот такая чем-нибудь вот этот участок вот этого отличается ничем статус она есть потому что сходство здесь сугубо внешне есть бактерия которая имеет форму этих шариков таких бактерий называют шариков достаточно часто эти бактерии бактерии шаровидной формы точнее при делении не сразу восходят друг от друга а сразу такие континенты если кому похоже немножко похож на виноградные кисти такая компания бактерий то такая группа бактерий будет называться стафилококки стафилококки самый грозный из них пожалуй это золотистый стафилококок иммунная система взрослого человека золотистому стафилококку как правило если у вас не сорван иммунитет достаточно устойчив а вот иммунная система новорожденного нет поэтому есть инфицированные помещения золотистым стафилококку а в чем дело он образует цисты которых вообще ничем не выведешь мы с вами говорили если бактерия успела уйти в цисту до нее не доберешь если уж он в этом месте появился избавиться от него фантастически трудно одно время в окрасте допустим если в клинике анонсирован золотистый стафилокок то оттуда выносили абсолютно все все оборудование всю мебель всю одежду сдирали перекрытие из полу сдирали все покрытие со стен а бетонную конструкцию обрабатывали из огнемета после этого все в штатах одно время просто разрушали такую клинику или во всяком случае клиническое помещение оттуда выводим потому что иначе вывести золотистого стафилокок почти невозможно к сожалению в россии многие родильные дома неблагополучны под стафилококом заражение младенца при рождении происходит пока он проходит через родовые пути матери либо первые минуты после рождения а в качестве реакции страшная штука называется она сэпсис новорожденности что означает слово сэпсис слово сэпсис никто никогда не слушает ага хорошо если он в пальцы попала заноза и вам не удалось его достать что через пару дней на этом месте будет болеть болеть это вздутие покраснение боли еще и наивнее образуется согласны как в медицине называют состояние сопровождающиеся этим симптомом воспаление 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 в данном случае у вас воспалился параз если у вас воспалились лимфатические узлы болта то у вас какое заболевание ангина да фулькулярная ангина если воспалилась слизистая носа насморк насморк который на медицинском языке будет называться красивым словом ренинг и так далее то есть воспалительные заболевания могут касаться ну самых разных сепсис а сепсис это воспаление крови кровь как ткань в чем разница дело в том что кровь просто по определению крови циркулирует по телу а это значит если у вас начался сепсис то дальше что пойдет какие воспаления могут возникать где угодно и неконтролируемые развиты сепсис это смертельно опасное состояние стараться всеми путями не допустить этого дела так вот золотистый слеполокок вызывает сепсис новорожденности то есть у совсем маленьких новорожденных детей развивается септическое состояние его лечить есть антибиотики которые могут подавить эту инфекцию но дело в том что общий удар массивный тост организма оказывается таким что последствия вылеченного сепсис новорожденности могут сказываться ну если не всю жизнь то во всяком случае несколько десятилетий кстати учтите модная нынче системы рожаем дома не в родильном доме а дома скажите пожалуйста вы у себя дома в квартире можете ли хотя бы примерно составить антисептическую ситуацию вот хотя бы как в самой плохой клинике вы что квартиру за гнеметы обработали будете а вам вашу которую вы рожаете вы каким способом полностью дезинфицируете вы достаточно грамотны для того чтобы это делать вы понимаете в штатах в Афранции в Германии там где система дома растет достаточно большой степени это оправдывается очень простой практикой очень простой вещь очень развита система квалифицированного младшего медицинского персонала то есть акушерки и акушеры ведут беременную в течение нескольких месяцев и потом помогают организовать все дело нормальным образом дома при этом они всегда на связи с своей клиникой а что вы будете делать если роды пошли не по нормальному пути а слегка по патологическому пути и нужно вакуумное стимулирование необходимое какие-то другие крупные установки и так далее откуда вы у себя дом возьмете или вы скупите целое медицинское производство к себе квартиру чтобы родить это вряд ли но к слову проблема которая сейчас во всех не готовится но в Москве она просто разошлась бог знает до какой степени допустим вы себе хорошую там проверенную акушерку выписали все рожаете с ней дома нужна внешняя помощь она звонит высылает вам машину с аппаратурой а машина встала в пробку и что вы будете говорить ребенку подожди не рожайся сейчас вот пробка рассосется тогда будем рожать но как же лифт делают когда я еду на лифте а лифт засыпает ребят скажите пожалуйста какой шанс того что рожница застрянет в лифте ну не знаю а какой шанс того что скорая помощь которая выехала по вашему вызову станет в рожне 70% разницу понимаете ну за границу они ставят потому что он отдельный голос вы поняли но это не во всех местах разумеется а сам тяжелый пунчик просто вертолет вот ну правда это влетит в такую копеечку что он никому не покажется но пытаться вот просто тупо копировать какие-то формы поведения из других мест в нашу ситуацию я бы вам не рекомендовал не знаю не знаю Продолжение следует...